Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Кошелек, велосипед и туалетная бумага. В новосибирский всплеск имущественных преступлений. Заработал срок. Гаишнику, который отпустил нарушителя за отдельную плату, вынесли приговор. Пошла на поправку. Малышка, упавшая из окна восьмого этажа, пришла в себя. В Новосибирской области в районе Старого Берцка к берегу прибило труп мужчины из воды. Тело погибшего с заметными признаками разложения пришлось доставать спасателям. Страшную находку передали полицейским и следователям комитета. Им предстоит выяснить, когда и что именно произошло с человеком, а главное установить, кто он. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовника рецидивиста поймали транспортные сыщики. 30-летнего мужчину взяли под стражу и отправили в СИЗО. На этот раз его подозревают в грабеже. Преступление было совершено на станции Машково. На привокзальной площади фигурант спровоцировал конфликт, во время которого отобрал у потерпевшего мобильный телефон. Известно, что задержанный был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Вышел на свободу. Он относительно недавно. Любительницу чужого добра из Черепаново тоже вычислили и задержали. Пассажир, присаживаясь на скамейку в зале ожидания, выронил свой кошелек. Это заметили не только камеры слежения, но и ушлая 50-летняя дама. Как только представилась возможность, она незаметно положила находку в карман и практически сразу же отправилась тратить деньги. Женщина перекусила прямо на вокзале, приобрела кое-какие вещи. С числом, когда пришли полицейские, уже спустила минимум 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража. И в продолжении темы. В розыск объявили молодого человека, который увел дорогой велосипед. Все произошло на лестничной площадке одного из подъездов дома на улице Заречной в Первомайском районе Новосибирска. Запись с камер хорошего качества, так что найти подозреваемого правоохранителем, скорее всего, не составит большого труда. Тем более, внешность у него довольно приметная. Если вы знаете этого человека, помогите следствию. Телефоны на экране анонимность гарантируют. Разыскивают в Новосибирске и следующего персонажа. Там же на Первомайке молодой парень заглянул в продуктовый магазин и набрал полную корзину еды, но расплачиваться не захотел. У самой кассы злоумышленник прихватил последний трофей – рулон туалетной бумаги. И быстрым шагом, переходящим в бег, покинул торговую точку. Продавцы попытались догнать его, но не успели. Теперь хозяйственной воришкой очень интересуют полицейских. Простил нарушителя, чтобы потом получить с него деньги. Калининский районный суд вынес приговор сотруднику ГИБДД, который попался на взятки. По версии следствия, в прошлом году младший лейтенант ДПС вместе с напарником нес службу на улице Учительской в Калининском районе города. В ходе патрулирования дорожные полицейские остановили водителя, у которого не оказалось при себе прав. Автолюбитель якобы забыл их дома. Один из инспекторов остался на улице. Другой же сел вместе с нарушителем в служебную машину. Но до составления протокола дело не дошло. Хотя сначала гаишник и делал вид, что якобы действует строго по закону. Расъяснил ему, что необходимо оплатить штраф, что автомобиль будет эвакуирован. Значит, водитель предложил сотруднику ГИБДД регулировать данный вопрос. Сотрудник ГИБДД согласился, обозначил сумму. Но процесс передачи денежных средств происходил через посредника. Цена вопроса составила 22 тысячи рублей. Но эти деньги инспектору так и не достались, поскольку водитель обратился в службу собственной безопасности областной полиции. Знакомый фигуранта, через которого передавались финансы, не стал скрывать, кому именно они предназначались. В результате офицера задержали. Вину в получении взятки он не отрицал. По итогам разбирательства в Калининском суде младшему лейтенанту назначили три года условно и на тот же срок запретили работать в правоохранительных органах. Кроме того, осужденному, который больше пяти лет отслужил в системе МВД, придется выплатить штраф 90 тысяч рублей. В Латайском крае вора-рецидивиста, который пытался надругаться над 8-летней девочкой, отправили на особый режим. До этого в арсенале уголовника были только имущественные статьи. Однако в августе минувшего года он решился на по-настоящему чудовищное преступление и едва не изнасиловал маленькую дочь своей собутыльницы. Приговор 12 лет и 8 месяцев за решеткой. Мы же посмотрим и другие криминальные сводки наших соседей и рубрика «Территория Сибирь». В Новоалтайске нашли тела пропавших подростков. Ксюшу и Диму искали с начала января. Следком сразу возбудил дело по статье «Убийство». Единственным на тот момент подозреваемым был хозяин фермы, где подрабатывали дети. Но как только мужчину вызвали на допрос, он повесился прямо в отделе полиции в туалете. Причину смерти несовершеннолетних еще устанавливают эксперты. В отношении сотрудника МВД города Змейногорска возбуждено уголовное дело. В СМИ попало видео, на котором полицейский избивает человека во время задержания. В ход идут тяжелые форменные берцы и резиновая дубинка. Пока речь о превышении должностных полномочий. Всего два месяца на свободе и опять взялся за старое. В Омске бывший уголовник обчистил кондитерскую и украл телевизор из кафе. Общий улов составил 7,5 тысяч рублей. Однако сыщики уверены, что это лишь малая часть криминальных похождений фигуранта. В Ангарске сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, которая унесла жизнь одного человека, второго покалечила. За рулем ваза, влетевшего в толпу пешеходов, сидел нетрезвый гонщик. Причем незадолго до этого ДТП его уже лишили прав из-за пьяной езды. В Омске ночному экипажу ДПС также пришлось преследовать нарушителя. Когда иномарку все-таки остановили, выяснилась причина такой спешки. За рулем сидел водитель без прав, с явными признаками опьянения, к тому же ранее судимый и на угнанной машине. Небольшое огненное ЧП произошло в Калининском районе города. Недалеко от новостроек на улице Объединения вспыхнули гаражи. Очевидцы уверяют, что слышали сильные хлопки. Скорее всего, причиной инцидента стал пал сухой травы. Пожарный огонь потушили, пострадавших нет. Только один автомобиль получил незначительные повреждения. А вообще в области введен особый противопожарный режим. Действовать он будет вплоть до 11 мая. Запрещено разводить костры в лесах, сельхозугодьях и даже на приусадебных участках. Будьте внимательны. Мы же заканчиваем программу на хорошей ноте. Медики рассказали о состоянии маленькой девочки, которая на прошлой неделе выпала из окна 8 этажа на улице Кропоткина. Накануне малышка пришла в себя. Все случилось, можно сказать, по классической схеме. Мама ненадолго вышла из комнаты, оставив маленькую дочку со старшим братом. Без взрослых дети якобы затеяли опасную игру. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Мальчик пытался удержать сестренку, но ему не хватило сил. С ребенком вышли гулять как раз где-то после 12. Мы шли в сторону 15-го подъезда и мы увидели, как уже ребенок лежал. И мама рядом находилась. Скорая очень быстро приехала. Мы не успели за угол завернуть, в магазин пошли. И скорая тут же буквально. Каким-то чудом ребенок не погиб. Очевидцы этих жутких событий припомнили. Они услышали звук удара, а затем второй. Возможно, при падении девочка задела козырек над подъездом, что немного уменьшило скорость. Затем она упала на клумбу, где только накануне местные бабушки взрыхлили землю. Дальше счет пошел на минуты. Малышку доставили в больницу, где уже была готова операционная. Три часа врачи боролись за жизнь пациентки. После ребенка положили в отделение реанимации на аппарат ИВЛ. Но и тогда медики боялись делать прогнозы. Это повреждение внутренних органов. Селезенка, почка легкие. Это переломы обеих конечностей. Перелом таза в нескольких местах. Перелом позвоночника, перелом плечевой кости. Ну и, естественно, травматический шок. Накануне малышка пришла в себя. Пока она по-прежнему находится в реанимации, но девочке явно лучше. По словам медиков, пациентка смотрит на планшете мультфильмы, хотя и недолго, чтобы не утомляться. В ближайшее время врачи будут думать о том, чтобы перевести ребенка в обычную палату. Тогда мама, наконец, сможет увидеть свою дочку. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам, мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok